Только что завершился первый матч на восьмой финала. Франция победила команду Аргентины. На нынешнем чемпионате мира финалистам прошлого чемпионата мира не везет. Они как бы и сборная Германии, и сборная Аргентины по иронии судьбы уступили в Казани. Так вот получилось, что именно финалисты уступили в одном городе. Французы в седьмой раз выходят в одну четвертую финала чемпионатов мира. Мы называли Францию с самого начала как одним из новых фуалитов турнира, наряду с командой Бразилии и Хорлатии. И в принципе пока французы надежды оправдывают. Конечно же матч с Дани чемпионат не украсил. Это такое несчастное событие для чемпионата, что происходят такие матчи. И это как бы тоже не красит ни французов, ни их соперников. После этого матча было как бы много дискуссий насчет того, чтобы французы как бы берегли силы и так далее, и смогут ли они настроиться на игру с Аргентиной. Матч показал, что они смогли. И аргентинцам не удалось держать Мбаппе, как бы лучшего нападающего французов. Некую такую ракету мирового футбола современного. И это как бы сыграло все-таки роковой роль команды Аргентины. Аргентинцы очень грубоватая команда. И конечно же французы денисланцы, или с кем они еще там играли, с Нигерией в группе, уже Хорватия была на голову выше Аргентины. Французы, в принципе, пропустили три мяча. Могли сыграть в парламе получше. Но, тем не менее, все-таки, мне кажется, достаточно уверенно прошли в следующий круг. И интересно, что мы увидели тот момент, что французы проигрывали со счетом 2-1. Они, в принципе, пытались играть на контратаках. Вторым номером в первом тайме 70% владели мячом аргентинцы. Получается, что французы отдали мяч. Но, тем не менее, вот сумели, даже в такой непростой ситуации, 2-1 сохранить холодную голову. И, в принципе, показать свой класс. Защитник, очень второй номер, красавец, гол забил. Показал свое мастерство. Тоже вот в исполнении удара. Очень красивый. Один из красивейших головных пока чемпионатов. И Мбаппе, конечно, замечательно сыграл. Аргентинцы в конце нам было показ красную карточку. То, что ударил уже лежащего на поле соперника мячом по спине. Аргентинцы оставляли такой неприятный осадок. И в матче с Хорватией, и в матче с Французами вели себя очень арогантно и грубовато. Скажем так, не единственная грубая команда, но аргентинцы все-таки запомнятся на этом чемпионате как одна из самых грубых команд. Будет новый состав в Аргентине, я думаю, в ближайшее время. Несомненно, в Аргентине тоже будет перспектива уже с новой командой. Демария очень красивейший гол. Я Демария ставлю выше, чем Месси, скажу честно. Мне кажется, что футболисты все-таки за последние 5-6 лет можно поставить его выше, чем Месси в плане лидерских качеств именно Аргентины. И все-таки Аргентина показала, что они тоже команда мирового уровня, но французы на порядок выше. Продолжение следует...